А мы пригласим тогда, что Мартин у нас отдохнёт? Мартин отдохнёт, действительно. Я с удовольствием послушаю. Да, мы послушаем стихи. Мартин отдохнёт, потом вернётся? Нет, 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 мы не послушаем. Вначале вы скажете то, о чём я хотела сказать, когда я перебил, о материнстве говорили. А потом я хочу обратиться к радиослушателям и сказать, друзья мои, у нас здесь, вообще-то говоря, уникальное явление. Мы говорим о материнстве, мы говорим о маме. Но здесь у нас и дочь, и мама. Оля со своей мамой. Ну-ка, Оля, несколько слов вначале о том, что хотела сказать, что я, простите, перебил. А потом несколько слов о маме. Ну, быть матерью, это, в общем-то, наверное, когда впервые узнаёшь, что такое настоящая любовь. Уже сама, когда проходишь через всё это и понимаешь, что такое настоящая любовь. По крайней мере, это было моё чувство. Тоже понимаешь, становясь... Став матерью, начинаешь слушать маму больше. До этого как-то так всё знаешь сама. Воспринимается уже иначе, да? Да, уже воспринимается всё иначе. И, конечно же, мама помогает нам. Это всегда хорошо, потому что мама моя всегда была рядом со мной, с подвижницей в моих начинаниях. И мы как бы друг друга всегда подталкивали. Ну, подойди сюда, мамочка дорогая наша. Мы здесь неделю отмечали, целую неделю отмечали День матери, поскольку я решила ей напомнить, какие красивые места у нас здесь, в Калистоге, на Павале. И прокатались по всей Калифорнии, по Тихому океану. Потом уехали до Лейктаха. И озеро видели. И озеро видели, опять же. Съездили в Рино тоже, посмотрели, какая разная публика там. Ну, много отдыхающих было тоже. Ну, хорошо, что нас здесь не курят так много, это похвально. Это да. Как, Капни, Вадя, сплошь и рядом курят женщины, мужчины. Наверное, это бывший выходцы из Советского Союза. Ну, я бы не сказала. Там говорят, что мы видели выступающих русских. Circus Circus, это в цирке. Там выступали муж и жена, я знаю, Светлана. Гимнасты прекрасно выглядят. Ну, и, естественно, знали, что у нас есть акцент. Говорили, да, здесь очень большая русская община в Рино и в Лейктах. Очень много русскоговорящих здесь, там тоже. И даже были картины многие. Ну, с мамой, конечно, я от мамы многому научилась. Потому что мама у меня учительница. Она помогала всё время. И всегда, и всем. И детям, у которых не было родителей. Потому что она была в школе-интернат. И я в своё время помню как-то даже... Я, наверное, больше была с детьми, с детдомовцами. Ну, да. Чем со своими. В школе. Мои дети смотрели друг за другом. Ну, у меня была няня, конечно. Я, если уходила, то она присматривала, приходила. Когда меня нет. Но когда уже у меня сын родился, у них между ними разница побольше. Она уже ухаживала за ним, смотрела за ним. Так что мне насчёт этого было... Это ты говоришь обо мне, что я ухаживала за своим братом. Да, ухаживала за братом. Проходила курс молодого бойца. А когда я приходила, я уже поздно. С работы приходила поздно. Потому что там в интернате и хоть и учишь, хоть и воспитателем работаешь. В 9 часов укладываются. До что пока приходишь. До что это около 10 часов. Я прихожу, она за столом вроде сидит, учит уроки. Я говорю, как ты учишь? Уже 10 часов тебе пора спать. На самом деле я просто ждала, когда моя мама придёт. И хотела показать, что я трудолюбиво учу, настойчиво изучаю уроки. Аж прям до 10 часов вечера. Ну, насчёт учёбы я с ними проблем не имела никогда. Когда я приходила в школу, она училась недалеко от того, где мы жили. На собрания ходила я постоянно. И учителя постоянно хвалили её. Нечего было жаловаться. Это меня туда же, да? И хвалили другого тоже, когда он пошёл. Потому что она тоже уже присматривала. А за ней, конечно, присмотра особого такого не было. Она росла вольницей. Что хочу, что я делаю. Потому что оставалась она с отцом. И она так уже. Отец там с друзьями. Да что иногда. Потому что жены рядом нет тоже. На работе. Он с работы приходит, жены нет дома. Надо кушать, готовить, скушать, готовить или что. А потом и спать, укладываться. Да что? Так же ли? Я хотела сказать, что, конечно, мама у меня говорила так. Сама выбираешь, сама за это отвечаешь. Убедить некого. И всегда, если она хорошо училась, говорили, наверное, вот мама учительница. Поэтому и она хорошо учится. Поэтому мама сидит и помогает. А я все время говорила, не понимаешь, сходи в библиотеку, возьми книгу, читай. Не поняла на уроке, спроси учителя. И учитель объясни. Я никогда так бы не сидела. И помню, она сказала только, один единственный раз она получила двойку в тетради. Было такое дело, да. Она это разорвала, а туалет у нас был на улице. И она эти мелкие кусочки выбросила в туалет, чтобы никто не видел эту двойку. Вот такой случай был. А после этого мне было так стыдно, что уже двоек я больше не получала. Одни пятерки. Закончила школу золотой медалью. И даже золотая медаль у меня со мной. Ну, прямо не сейчас вот в студии, но такая золотая медаль есть. Достояние России моё. Не попробовала её перелить на кольцо или на зубе, слава богу? Нет, ну что вы, нет, нет, нет. Поступать в университет поехала одна. Я отцу говорю, она во всех соревнованиях участвовала в школе. То на лыжные соревнования её заберут, то на математические олимпиады, по химии, по биологии, во всех. Подождите, мы говорим о маме или о душе? Вы прочитали мою мысль. Вы понимаете, получилось день дочери или день матери здесь? Это когда-то нужно, а теперь мать. Ну, хорошо. Спасибо вам. Мама всегда рассказывает не о себе, а рассказывает о своих детях. Правда, потому что мамы всегда за детей и любят детей. И до конца своей жизни будут любить и думать, вспоминать их детство. Всегда. Я вам только одно могу сказать, вы счастливая мама. Моим родителям в школу было недалеко не всегда приятно ходить. Так уж учился ничего, но поведение, как правило, это было круто. Валерий Нестеров. Шагай сюда. Да, переходите сюда, но прямо скажем, что да. Могу сказать, что у нас еще один гость, это Владимир Нестеров, который тоже был на... Валерий, да, извиняюсь. Я не могу сказать, что все поэты у меня на одно лицо нет. Но Владимир будет упомянут. Да. Я его упомяну, поэтому все в порядке. А есть еще Владимирский тоже, так что у нас тоже бывало. Нет, Владимирский Борис. Да, я знаю, что он Борис, но тем не менее, опять же, Владимир – это корень. Ну что же, у нас, я знаю, что я вас представлю, мы вернемся через рекламную паузу к вам, но прочитать, может быть, вы стихотворение сможете, я знаю. Ну, я начну тогда с детских. Хорошо. Потому что и скажу, что в детстве, это моя теория, возникла благодаря Аркадию. Он меня надоумил, говорит, пиши чего-нибудь к Дню матери. Ну, а детские у меня уже какие-то были. Детские невозможно, чтобы там не была упомянута мама. Главное, что у него появился такой термин – мат в день. Минута молчания, я считаю, должна подчеркнуть. Значительность этого. Ну вот, так вот, дети, они, мама им совершенно необходима, естественно. Не считая того, что она жизнь дала. А дальше уже она дает такое вещественное окружение. Мама дает все. И у многих поэтов, вот у Вагни Барто, и у других это, я просто не видел, что мама это, там, купила нам, сделала это, сварила суп, там, и все прочее. И дочка старается маме ответить, да. А вот, кстати, насчет мячика. Там мама не упоминалась. А я поэтому исправил ошибку и написал так. Я помню. Да. Как там он начинается? Не, я не буду ничего сказать. Уронила, да. Уронила Таня мячик. В речку. В речку мячик, да? А, уронила. Ну, хорошо. Давайте я сначала свои, а потом Кагни Барто попозже. Буду тебя только спевать. Да. А тогда я уже сейчас выправился. Значит, я начал вот эти детские стихи, и тут мама тоже присутствует. Что ты бегаешь повсюду? Схватишь где-нибудь простуду. Не схвачу простуду, мама. Руки я держу в карманах. То есть мама заботится об этом сыне-сорванце. Полно, Аня, слезы лить. Что с тобой случилось? Мне посуду надо мыть, а она разбилась. Говорила мама дочке, непослушная ты очень. Сколько можно повторять, что давно пора в кровать? Дочка маме отвечала, кукла пусть уснёт сначала. Я ведь старше и умней. Мне заботиться о ней. Перерыв на счётчик. Да, вы слушаете очень. Спасибо, что вы слушаете программу. Продолжение следует...